Укрепление мышечного корсета, оттачивание техники и регулярные спарринги. В этом и заключается весь секрет подготовки борцов Сергея Мережко. Совсем скоро ребята вместе с тренером отправятся на выездные соревнования. Поедем мы в Красногорск. Соревнования будут проходить у них ко дню победы, там, приуроченные. И еще планируем в соревнования поехать ко дню космонавтики у нас будут проходить соревнования в Солнечногорске. В 2010-2011 год у нас поедет Хватов Иван, Буров Михаил и Мережко Арина. Арина Мережко недавно приехала с очередных соревнований, приуроченных к Международному женскому дню. На пути к пьедесталу почета ей предстояло сойтись в трех сватках с соперницами. Первую девочку я легко выиграла, а со следующей я довольно-таки долго боролась. С последней мне было тяжелее всего, но она мне потом выиграла. Там потом сказали в конце, что она уже в восемь раз выигрывала. Вместе с Ариной на этих соревнованиях по греко-римской борьбе в Солнечногорске выступала спортсменка постарше Дарья Микитина. Для меня они прошли нормально, я получила второе место, там девочку не смогла побороть кандидата мастера спорта, ну а так в целом все нормально. Кстати, у Даши Микитиной спортивных разрядов нет, однако в этом году девушка с тренером приняли важное решение. Ситуацию надо исправлять. Не особо так ездила до этого на соревнования, но сейчас тренер сказал, что будем собирать все справки и будем уже потихоньку стремиться к чему-то большему. Недавно на соревнованиях свои силы попробовали самые юные борцы от пяти до восьми лет. Сам Сергей отмечает, что несмотря на такой нежный возраст, мальчишки сильные, юркие, ловкие и выносливые. Марка Федорова мама привела в греко-римскую борьбу в октябре прошлого года. Он с улыбкой вспоминает о всех сложностях на пути к своим победам, а их у него уж поверьте немало. Сначала мне было очень трудно, потом примерно через две недели мне стало легче, легче, легче и так далее. И теперь как себя чувствуешь? На первом соревновании я занял первое место. И еще у меня три первых места за борьбу. Одно третье и два вторых. От Марка не отстает еще один спортсмен Павел Косяков. Он в греко-римской борьбе подольше уже два года. Свои семь с половиной лет Паша гордо рассказывает о всех своих победах. Я участвовал на соревнованиях три раза. Два раза в одном зале. Один раз не в этом зале, в другом. Я занял третье место три два раза, а второе место один раз. На грядущих апрельских стартах малыши участвовать не будут. Их ждут новые соревнования в мае. Подготовка идет уже полным ходом. Точно не знаю, когда они будут. Но мне мама говорила, но я не запомнил. Но они еще так не очень скоро, мне кажется, будут. Малыши о датах будущих соревнований не переживают. Сергей Мерешко, как организатор, уже все подготовил. В числе участников и воспитанники постарше. Всего под руководством тренера 90 борцов в возрасте от 5 до 16 лет. Уже известно, что будущие соревнования на территории городского округа открытые. А значит, стоит ожидать гостей. В числе приглашенных команда из Сергеева Посада, Куркина, Хима, Клина и других городов Подмосковья. Соревнования будут у нас проходить 22 мая в Фоке-Горшково. Первенство Дмитровского городского округа по греко-римской женской вольной борьбе. Года рождения будут у нас 9, 10, 11, 12, 13, 14. Малыши и 5-6 год у нас еще будет несколько весовых взрослых. В планах у Сергея Мережко еще один турнир под открытым небом. Однако до этого еще далеко. Сначала нужно привести с соревнований новые победы и очередные комплекты медалей. Сначала нужно привести с соревнований.